Всё полностью автоматическое и бесконечное ферма железа готово, осталось её только всё правильно запитать. И смотрим, всё у нас отлично крутится, и теперь этот завод полностью бесконечен. Он запитывается от водяных колёс, которые бесконечны, потом здесь у нас больше ничего не тратится, всё автоматически делается. И всем привет, друзья, с вами Картофан. И сегодня я покажу вам, как построить полностью автоматическую и бесконечную ферму железа в моде Create. Но перед началом просмотра я советую подписаться и нажать на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Также хочу передать привет A.K.Adventures. Если ты тоже хочешь, чтобы я тебе передал привет, то просто пиши креативный комментарий, и возможно именно ты попадёшь в следующее видео. Ну а мы начинаем! Кстати, хочу вам порекомендовать сервера CoreCraft, ведь они очень проработаны, там хороший онлайн, и также там очень отзывчивая администрация. На самом проекте есть множество серверов с самыми различными версиями, но лично я вам советую сервер TechnoMagic, ведь я на нём также иногда играю. Ссылочка будет в описании. Ну а мы давайте рассмотрим, что же понадобится для создания бесконечной фермы железа. А для неё понадобится какое-то количество строительных блоков, также ступеньки, полублоки, шестерёнки, валы, несколько ведер воды, одно ведро лавы, 4 жирного, 4 механических дрелей, чуд, 4 воронки, механический пресс, чаша, депот, 2 вентилятора в кожухе, 2 брасовых фуннела, 1 антезитовый фуннел, фильтр на кремень и кусочки железа, ещё также вам понадобится фильтр на железные слитки и кремень, механический ремень и какая-то запитка. В итоге я вам даже покажу, как запитать всё это дело от обычного водяного колеса. Ну а мы давайте всё это возьмём и приступим к постройке. Для начала нам понадобится построить какой-нибудь столб, небольшой высоты, допустим, вот блоков, так, наверное, 8, и здесь давайте всё сломаем, потому что строительство фермы мы будем начинать именно сверху, ведь так будет удобнее. Значит, делаем мы следующую платформочку, 5 на 5, вот такой у нас квадрат получается, 5 блоков здесь и 5 блоков тут, после мы берём ступеньки и смотрите, как их ставим, вот так, потом вторую ступеньку ставим следующим образом, третью так и последнюю вот так. В итоге у нас должна будет получиться вот такая вот полость, и таких вот маленьких квадратиков 2 на 2 нам нужно будет построить целых 4 штуки, со всех углов, то есть здесь вот так мы ставим, после так, так и вот так четвёртый блок, делаем так третий раз и четвёртый. Вот мы это сделали, далее мы берём ведро воды и заливаем его здесь вот по 2 ведра, в каждый угол, таким образом у нас получается, что они у нас полностью заполнены водой, потом мы берём ведро лавы и выливаем прямо посерединке, и смотрим, что у нас получается, а у нас здесь получается бесконечный источник булыжника, этого как раз таки мы и добивались. Потом здесь мы можем также поставить блоки, чтобы было покрасивее, после давайте мы немножко переместимся вниз и сломаем здесь блоки прямо именно под булыжником, и сюда мы будем ставить наши механические дробилки, а именно жерновые. Вот раз, два, три, четыре, именно под булыжником, а посерединке между жерновыми мы давайте поставим шестерню, чтобы просто весь крутящий момент им передавался. Потом возвращаемся наверх, тут нужно будет уже установить наши 4 механических бура, вот мы их взяли и ставим прямо над нашим булыжником. В итоге у вас должно получиться как-то вот так вот, потом возьмём шестерни и поставим над этим бурами, и вот здесь давайте соединим, чтобы всё здесь крутилось. Далее давайте соединим также наши жерновые вместе с этими бурами, для этого мы что делаем? Для этого мы просто здесь поставим ещё одну шестерню, потом давайте вот здесь вал поставим, ещё один вал и вот тут вот шестерню. Таким образом у нас здесь будет всё это соединяться и крутиться вместе. Давайте сейчас посмотрим, что мы сделали. Мы сделали, чтобы булыжник добывался и в итоге передравливался в гравий. Далее этот гравий также понадобится обрабатывать, там немножко сжимать, и мы будем уже получать железные слитки. Давайте мы сейчас это всё сделаем. Для этого мы берем один чуд и ставим его прямо посерединке всего этого квадрата снизу. И также нам понадобятся 4 воронки. Ставим их так, чтобы они были направлены именно в чуд и выкачивали все предметы из жерновых. То есть вот так, вот так и вот здесь последний. Как вы знаете, этот чуд будет выбрасывать все предметы под себя. В нашем случае это будет гравий. Гравий уже понадобится обрабатывать, поэтому давайте мы здесь немножко так вот построим несколько блоков. Допустим на вот такую вот высоту. И что мы сделаем? Мы здесь поставим уже депот. Давайте его даже поставим в двух блоках от этого чута. То есть вот у нас здесь два блока и тут стоит депот. Как вы знаете, депот будет захватывать в себя все предметы. В нашем случае это будет гравий. И его понадобится уже промывать при помощи воды и также ветра. Что же нам нужно будет сделать? Получается, что здесь понадобится разлить воду и также тут поставить вентилятор в кожухе. Мы его давайте также возьмем, поставим вот здесь вот, чтобы он смотрел в ту сторону именно. А тут разливаем воду. И по плану все должно будет отлично промываться. Тут мы можем также уже поставить блоки, чтобы было поудобнее. Так, представим то, что весь гравий уже промывается. И мы из него получаем кремень и также маленькие кусочки железа. Нам это понадобится все также забирать и потом спрессовывать маленькие кусочки железа в уже железный слиток. Для этого что мы делаем? Для этого мы берем чашу, поставим ее вот здесь вот справа от этого депота. И потом мы берем пока что один брасовый фунел и поставим его с этой стороны. То есть он здесь будет засасывать. Нам еще понадобится также гаечный ключ. Вот я его взял. И делаем здесь стрелочку, чтобы смотрело именно на сторону этой всей чаши. То есть вон туда, чтобы эти все предметы засасывались, которые здесь будут получаться. А чтобы засасывались именно нужные предметы, а не гравий, мы берем с вами фильтр на кремень и также кусочки железа и ставим вот сюда. Но смотрите еще в чем проблема, когда из чуда будет падать гравий, он будет останавливаться на этом вот брасовом фуннеле. Для того, чтобы этого не происходило, нам понадобится также поставить здесь вентилятор в кожухе, чтобы он в итоге дул в ту сторону. То есть предметы, которые здесь будут оставаться, они будут немножко сдуваться и в итоге будут падать на депот. Чуть позже мы это все правильно запитаем, но пока что давайте перейдем дальше. Ага, кстати, тут у нас небольшая проблемка, нам понадобится все это дело переместить на блок ниже, ведь тут нужно будет установить пресс, а заместо него сейчас тут стоит воронка. Поэтому давайте мы сейчас по-быстрому все это переместим на блок ниже. Так, ну вот, все это дело я сместил ровно на один блок ниже и больше ничего не менял. И теперь тут у нас появилось место для установки нашего механического пресса. Давайте мы установим вот таким образом, чтобы он был в блоке от этой чаши. Кстати, я забыл поменять тут направление брасового фуннела, обязательно делайте, чтобы он смотрел на эту чашу. Так, ну вот, пока что представляем то, что все это дело запитано, все у нас крутится в нужную сторону, и у нас получается здесь уже железный слиток. Далее понадобится все это дело разгружать, для этого мы возьмем просто валы, поставим давайте здесь две штучки, допустим, вот таким образом. Натянем здесь ремень механический, вот таким образом, здесь я поставлю вот так блоки, и в конце поставим вот здесь сундук. Далее понадобится взять оставшиеся фуннелы, то есть это один брасовый, мы ставим вот сюда его, и также один андезитовый, ставим его уже на сундук. Брасовый фуннел можем сделать вот так, и также на него не забываем сделать фильтр. Фильтр на кремень, и также железные слитки. Ставим его вот сюда. Все полностью автоматическое и бесконечное ферма железа готова. Осталось ее только все правильно запитать. Так, направление где нам важно? Только вот здесь, и также вот здесь, чтобы вентиляторы правильно крутились, а все остальное нам не так важно. Просто главное, чтобы было запитано. Я давайте возьмем коробки передач, и также вертикальные коробки передач. Значит, вот здесь у нас стоит наш механический пресс, мы сюда поставим одну коробку передачи, и поставим два вала вот с этой вот стороны, потому что здесь у нас также идет еще вал, и в общем-то здесь будет очень удобно все соединить. После мы возьмем вертикальную коробку передачи, и поставим ее на вот этот вот вентилятор в кожухе, который должен будет дуть в ту сторону. Потом ставим еще одну такую же коробку передачи, только уже в другую сторону А тут поставим обычную коробку передачи, а здесь обычный вал Все, здесь у нас все соединяется Далее понадобится запитать только вот эту механическую ленту и также данный вентилятор Тут мы блок сломаем, поставим здесь пока что вал Еще один давайте поставим, коробку передачи, тут также коробку передачи И еще здесь вал Остается только это как-то все соединить Мы здесь давайте поставим вал После вертикальную коробку передачи Тут еще один вал, вал, вал И также обычную коробку передачи Все, у нас все запитано Теперь давайте проверим, как у нас будет все крутиться В нужные ли стороны То есть берем творческий мотор и, допустим, вот здесь вот запитываем Смотрим, так, у нас эта штука должна будет влево крутиться Давайте мы здесь поменяем просто направление Так, крутится влево, отлично Тут у нас что? Тут у нас дует или вдувает? По-моему, он в себя вдувает И это также вдувает В общем-то, у нас все уже работает И тут вы можете заметить то, что идет процесс промывки И сейчас там с некоторым шансом будут получаться кусочки железа И также кремень Кремень будет сразу же выходить вот сюда Вот он здесь уже получается А кусочки железа будут задерживаться в нашей чаше И в итоге спрессовываться в железные слитки На самом деле, если все это дело запитать от водяного колеса Который как раз таки является бесконечным источником Это будет очень выгодная ферма Ведь она будет полностью автономная и бесконечная Давайте мы сейчас это как раз таки и сделаем Я посчитал, что для запитки этой фермы Понадобится всего лишь 3 водяных колеса Ну, также вода И блоки, чтобы просто как-то все это дело установить Так, водяные колеса у нас будут устанавливаться вот здесь Поэтому давайте вот здесь поставим сразу же 3 колеса Смотрим на их направление Они будут у нас крутиться, получается что в ту сторону Значит здесь у нас будет находиться вода И она будет течь влево Значит давайте мы сейчас все это по-быстрому организуем То есть ставим здесь блоки, чтобы просто вода никуда не вытекала Тут также поставим блоки Тут, тут, тут Все закрываем Тут можем тоже закрыть И разливаем тут воду И смотрите, вот наше водяное колесо начинает крутиться И практически все идеально работает Осталось только все это проверить То есть мы здесь ломаем мотор И ставим вместо мотора уже вал И смотрим, все у нас отлично крутится И теперь этот завод полностью бесконечен Он запитывается от водяных колес, которые бесконечны Потом здесь у нас больше ничего не тратится Все автоматически делается Правда это еще можно и улучшить Запитать все это дело от водяных колес Но еще всю эту энергию передавать через регулятор скорости вращения И таким образом вы сможете даже запитывать этот завод от водяных колес При скорости в 256 оборотов в минуту Я считаю это очень круто Ну а с вами был Картофан Обязательно подписывайтесь, ставьте лайки, комментируйте Нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео И также не забывайте заходить на сервер Акоркрафт Всем удачи и всем пока Субтитры сделал DimaTorzok